Функция восстановлена. Нил Робертс. Гэри Чок. Трейси Уотерхаус. Том Макбит. Рон Кеннадо. Композитор Кевин Кайнер. Композитор Кевин Кайнер. Продюсер Дэвид Россель. Композитор Кевин Кайнер. Барон Вольфген фон Страккер. Последний из великих пугал мирового масштаба. Но не нам судить, что и почему, нам идти и умирать. Проверка безопасности, коридор номер один. Предупреждение, защита отключена. Сержант Рут, на связи вон, база Тринити. Защита снята. Гидра-30, видаль, не закончилась. За мной. Гидра-30, видаль. Гидра-30, видаль. Гидра-30, видаль. Гидра-31, видаль. Гидра-30, видаль. КОНЕЦ ПОШЕЛ, ПОШЕЛ, БЫСТРО! ПОТАНЦУЕМ, РОК-Н-РОЛЛ НИК, ПОЗАБОТЬСЯ О НЕЙ Как это мило! Последние слова НИФУ ЮКОН БЫСТРОВ ЮКОН КОНЕЦ КАИ 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 КОНЕЦ 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 Полковник Фьюри Сэр Агент ЩИТА Алиф Гудман Пиерс Рад проинформировать вас, сэр Что ваш персональный код был недавно реактивирован Вас просят снова занять ваш пост Оперативный директор ЩИТА Незамедлительно К сожалению, Пиерс, тебе придется передать ЩИТУ, что я плевать хотел на их предложение с большой колокольни Пять лет назад они вытурили меня Или они не посвятили тебя в такие нюансы? Сэр Сэр, приказ исходит от самого президента Президента Так точно, сэр Ответ будет тот же Поэтому Забирай свой пылесос И не заслоняй мне солнышко Всегда приятно видеть, как старый волк учит жить молодняк И тебя прислали Графиня Графиня Валентино де Олегро Фонтейн Язык можно сломать Пусть не смущает тебя ее голубая кровь, Пиерс Валентина шпионка старой закалки, верно? Давно не видели с ней Прекрасно выглядишь в этом наряде Ты нам нужен Вообще-то я уже привык к дикой природе Не устал еще от него? А то Гидра снова расшалилась Исключено, Фонстракер мертв, я сам убил его Вчера Гидра напала на базу Тринити Они выкрали тело Фонстракера Там погиб Клей Мне очень жаль Клея Но мне кажется, что тем самым Гидра передает тебе привет Я его услышал Барон Фонстракер, год рождения 1932 Образование, Технический университет Мюнхена, Медицинский факультет Наверное, он вызывает у вас неприятные воспоминания, сэр Для этого мне достаточно взглянуть на себя в зеркало Из-за этого безумца я лишился одного глаза Теперь ты сгниешь, подонок Надеюсь, вы не обидитесь, сэр Но для меня великая честь работать с таким человеком-легендой, как вы А ты давно в этой конторе? Вообще-то это мое первое ответственное задание Блеск Как всегда, они шлют ко мне самых лучших Я был лучшим выпускником Академии ЩИТа У меня прекрасная физическая подготовка Я также получил высшую категорию эксперта-подрывника А баб успел пощупать? Простите, сэр База ЩИТ вызывает охотников Баб успел пощупать? База ЩИТ вызывает охотников Прием! Не расстраивайся, малыш, это у меня шутки такие Охотники вызывают зону Объект на борту Прошу разрешения База ЩИТ охотникам Снимаем защиту ШУМАН www.spanner Horizontal ЩИТ-кρίз Углоп Добро пожаловать в ШПИТ, штаб борьбы с международным спионажем. Извините, на борту запрещено курить. Новые международные правила охраны здоровья, сэр. То, говори громче, Пиерс, у меня уши заложило, наверное, из-за высоты. Понял. Инфракрасный сканер включен для лифта номер три. Почему стоим? Новая система безопасности, сэр. Безотказная, абсолютно надежная. Сканирование начато. Отлично. Но почему мы стоим? Незарегистрированный пассажир. Поиск личных данных. Компьютерная база данных. Фьюри, Николас, Джозеф. Код допуска Альфа. Приготовьтесь к повторной матричной идентификации. Ошибка в системе. Прошу показать оба глаза для идентификации. Обнови файлы. Идиот. Я одноглазый. Незарегистрированный индивидуум. Отключиться. Включаю систему аварийной безопасности. Пожарная тревога. Сброс. Сброс. Пожарная тревога. Уходите по ближайшему пожарному выходу. Код деактивации 0094. Пирс. Повторяю, не пользуйтесь этим лифтом. Застрял. Так, так, так. Кого я вижу? Тимоти Дагген. Ты разве еще не погиб, воров? Ник Фьюри, рад видеть тебя. Жаль только что при таких обстоятельствах. Ты уже познакомился с Пирсом? Да, спасибо. Кейт. Познакомься с нашим новым сотрудником. Вы сейчас думаете о Клее Квоттермейн. И вы жалеете, что не смогли попрощаться. Кейт, у нас главная в новом парапсихологическом отделе. Так вы умеете читать мысли? У нас принято говорить о умении сканировать. Мои природные способности плюс имплантанты. Нейро-имплантанты. Пошли. Знаете, о чем я подумал, милочка? Легко догадаться и без сканирования. У нас произошли кое-какие изменения, учти. Черт, а этот дебил откуда здесь? Как раз его я имел в виду. Перед тобой новый генеральный директор ЩИТа. Это называется без мыла. Вот мы и встретились снова, Фьюри. Ничего удивительного. Ты как то дерьмо, которое смываешь, смываешь, оно никак не смывается. Как я погляжу, ты не изменился. Давай сразу, поставим точки над И. ЩИТ был создан как международный передовой отряд специального назначения, а не как твоя личная армия. Это тебе понятно? Пойдем, Ник. Извините. Не нарывайся, Фьюри. Я тебе не прощал. Твоей самодеятельности в прошлом не прощу и сейчас. Мир сильно изменился с тех пор, как ты поддался фрерии. Твои замашки борца за справедливость уже не котируются. Если мир так сильно изменился, на кой ляд я тебе снова понадобился? И погаси сигару. Группа Ромео, доложите о прибытии 397-му. Возвращение блудного сына. Гейт, как поживает мой любимый чокнутый ученый? Терпимо, Николас, терпимо. Где моя новая игрушка? Пристреляна? Так точно, сэр. Отлично. Сгляни, Ник. Отрады для твоей души. Электрический пистолет. Полная автоматика. Ключ в твоя личная термоподпись, так что никто другой не сможет им воспользоваться. Бах! И враг повержен. Из дома без него не выходи. Прошу сюда, Ник. Хочу показать тебе кое-что. Вам надо расписаться здесь, полковник. А это что? Новый устав. Особый кодекс поведения. Спасибо. Не надо. И заявление на удержание налога. На этом настаивает Департамент людских ресурсов. Прошу вас. Пожалуйста. Времена изменились, Ник. Бюрократы победили во всем мире. А это что такое? Это прототип ЖР. Живой робот. Можно легко превратить в портативный вариант. Матрица головного мозга была запрограммирована на твою память и твои рефлексы. Иными словами, он не только говорит, как ты, он и двигается, как ты. Не знаю, поздравлять тебя или придушить. Не знаю, поздравлять тебя или придушить. Выключи ты его, гейм. Командор Даггин, мы вас ждем на мостике. Уже идем. Приготовься. Во время нападения на Клея Кваттермэне были контактные линзы, в которые были вмонтированы микрокамеры. Они засняли последние секунды жизни Клея. Ты готов пройти через это, Ник? Ник, позаботься о ней. Как мило. Последние слова к Нику. Не сомневаюсь, что Ник это его кровный братец, Ник Фьюри. И я абсолютно уверена в том, что ты сейчас смотришь эту пленочку, полковник. Заверяю тебя смерть твоего дружка. Это только начало. Я отомщу тебе. Это еще кто такая? Андреа фон Стракер. Ты хочешь сказать, что у этого чудовища была дочь и сын? Ее брат, Варнер. Они продолжили дело своего отца, заново собрали все группы Гидро, вышли на контакт почти со всеми террористическими организациями в мире, стремясь полностью подчинить их себе. Извините, сэр. Я, конечно, понимаю, любовь к отцу и все такое, но зачем надо было похищать его труп? Для чего это? Вирус Голова Смерти. Что, сэр? Этот вирус вначале был изобретен нацистским биохимиком Арнимом Зола. Дерто Тонков. Голова Смерти, потому что на лице отражаются все муки, которые испытывает жертва этого вируса. Он должен был стать оружием судного дня Гитлера. Войска союзников помешали Гидре, но 10 лет спустя фон Стракер попытался создать четвертый рейд с помощью Головой Смерти. Клей и Ник заперли Стракера в его собственной лаборатории, и сумасшедший барон стал жертвой своего собственного оружия. Союзники приняли решение уничтожить этот вирус раз и навсегда, чтобы следа его не осталось на земле. А вакцину нельзя было придумать? Только не для Головой Смерти. Поверь мне, сынок, это очень мерзкий вирус. По сравнению с ним, вирус Эбола – просто слабая форма насморка. Но если его уничтожили, тогда в чем проблема? К сожалению, этот вирус проник в ДНК Стракера. Он поселился в его клетках. И теоретически его можно высвободить. Гейб, что нужно Гидре для того, чтобы воспроизвести этот вирус? Всего лишь доктор Арнем Зола. Он еще жив? Да. Он просидел 30 лет в тюрьме, а выйдя на свободу, он тут же исчез. Но шесть недель назад его нашли. Интерпол получил информацию о его местопребывании и тут же поставил нас в известность. Это значит, сейчас все, кому не лень, из этой Гидры тоже бросились на поиски этого доктора. Он содержится у нас на тайной явке в Берлине. Тогда чего мы тут стоим? Едем в Берлин. Штаб Гидры. Ты спокойна, отец. Приятных тебе снов. Твои дети не подведут тебя. Пора, Андреа. Лейтенанты ждут нас. Пойдем. Каир. Осака. Прага. Приветствую всех. Ролин фон Стракер. Вы понимаете, что такое разница во времени? Вы меня разбудили. Надеюсь, у вас на то была веская причина. Очень скоро вы сами решите, веская она или нет. Вы только взгляните на себя. Лейтенанты, которым верил мой отец. Мне противно смотреть на вас. Да как вы смеете? Молчать. Передо мной жалкие остатки некогда самой большой террористической организации в мире. Вы кормились отбросами со стола победителей. Слишком долго. Гидра была разбита, ослаблена, разделена нашими врагами. В ней царит междоусобица. Но сегодня этому придет конец. Очень скоро Гидра владеет самым могущественным оружием, которое когда-либо существовало на этой планете. И мечта моего отца о новом порядке сбудется. Что это значит? Это тот, кто осмелился подвергнуть сомнению мои права на вас. Уверена, вы все хорошо знаете вашего коллегу-лейтенанта из Лондона. Могущественного и на вид непобедимого. Если у вас еще остались какие-либо сомнения насчет моего права командовать вами, прошу огласить их прямо сейчас. В таком случае я объявляю для всех вас боевую тревогу. Мы солдаты анархии. И пришел час, когда мир должен снова бояться нас. Как ты думаешь, до них дошло? Думаю, что да. Они любят сильную руку. Ты уже выбрала цель для нашего первого удара? Да. Один островок у берегов Нью-Йорка. Разве там есть острова? Манхэттен? Как, по-твоему, Варнер, смерть восьми миллионов американцев это достаточно для того, чтобы о нас заговорил весь мир? Берлин. Где же она? Она придет. Ждем еще пять минут. И вообще, зачем она нам нужна? Ник, Интерпол помог нам взять Золу. Кейт собирается прочитать его мысли. Они хотят, чтобы их агент присутствовал при этом. Мне этот город никогда не нравился. Почему? Мы славно провели здесь время. Мы? Это вы славно провели здесь время? Ты и Клей. С вами невозможно было работать. Я чувствовала себя изгоем, пока... Я отдал жизнь во имя красоты, боясь могильной темноты. Тому, кто отдал жизнь за правду, хвала и честь. Полковник Фьюри, графиня, инспектор Гейл Ронситтер, Интерпол Берлин. Вас что-то смущает? Красота это правда, а правда это красота. Это все, что дано тебе знать, и это все, что тебе надо бы знать. Это часть пароля? Нет. Просто захотелось дальше процитировать. Это ваш дружок? Агент Гидрэй далеко не ваш поклонник. Предлагаю побыстрее уйти отсюда, пока не пожаловали его коллеги. Пошли. А ваши явки недалеко? Недалеко, идите за нами. Ходим через метро. Быстрее. Быстрее. Вот они. Уходим, уходим. Ремни пристегнули. Столики подняли. Полетели. Не напугал? Это было очень познавательно. Впервые в жизни такое. Да, главное выбрать верную стенку. Пойдемте взглянем на доктора. Доктор Зола. Вот мы и встретились вновь. Вы незаконно удерживаете меня. Это вам известно о вирусе Голова Смерти. Голова Смерти идеальное оружие. Когда последний раз гидра выходила на вас? Сколько времени понадобится, чтобы воспроизвести этот вирус из ДНК фон Страхера? У меня такое воспроизведение займет считанные часы. Когда последний раз гидра выходила на вас? Хотите, чтобы я влечил вам жизнь, полковник? Ты готова просканировать его, Кейт? У вас теплые руки, Фрайлен. Очень мило. Что вы с ней сделали? Убедите его. Не волнуйся, мы его уберем отсюда. Что случилось, Кейт? Я впервые видела такие страшные картины. Вы смогли что-нибудь понять? Не очень. Кто-то уже пошарил у него в голове. Они установили постгипнотическую ловушку для меня. Андрео все-таки вышло на него, чёрт. Он сможет сделать то, о чем хвастается? Да. Сможет. Ладно, надо вывезти его отсюда. Срочно, гидра обязательно попытается выкрасть его. Установить двойную охрану. Слушаюсь. Командор, я возьму. Хорошо. Полковник. Сначала я сомневалась, но теперь уверена на все сто. Гидра проникла и сюда. Её агент среди нас. Можем мы поговорить там, где нам не будут мешать? Это очень важно, полковник. Время не терпит. Свяжитесь с Даггином. Слушаюсь, сэр. Сижу минуту, сэр. Я наверх. Скоро вернусь. Я здесь, полковник. Инспектор. Что это значит? А это значит, что мы совсем одни в этой комнате? Правда то, что о вас говорят женщины? Смотря кто говорит, одна из моих больших жен или моя мать. Чем дело, полковник? Неужели я вам не нравлюсь? У нас с вами столько дел. Может быть, отложим это мероприятие на некоторое время? Вы сказали, что в этом здании есть агент Гидры. Кто он? Я. Двадцать тысяч вольт. Теперь я тебе нравлюсь? Ну вот и все, великий полковник Ник Фьюи. Что ты со мной сделал? Всего лишь одарила поцелуем смерти. Ты. Приятных сновидений, Фьюри. Я же обещала, что буду мстить. С нежной любовью. Это было у тебя в руке, когда мы нашли тебя. Что там написано? После первого поцелуя с головой в омах любви. Твоя гадюка. Ник, что случилось? Меня укусила гадюка. Она отключила тебя, чтобы позволить Гидре атаковать дом. Они взяли золото. Мы сами вывели их на него. А на ступеньках картины галереи был разыгран спектакль. Если эта женщина самая настоящая гадюка, то что случилось с настоящим инспектором, Рун Ситтер? Гидра все это время водила нас за нос. Субъект Фьюри Николас. Пациент не реагирует на детоксикационное лечение. Я прекрасно себя чувствую, Гейб. Как подопытный кролик. Если выпустишь меня отсюда, поделюсь морковкой. Сканирование показывает, что Фьюри был отравлен синтетическим алкалоидом. Прогноз, уритрит, анафилактический шок, отказ дыхания и... Неизбежное... Говори, не тяни, Гейб. Честно и прямо. Неизбежный смех. Я был синтезирован таким образом, чтобы полностью сымитировать кожные выделения Дендробитет Дженера. Колумбийская древесная лягушка. Самый смертоносный токсин в природе. Противоядия не существует. Мне очень жаль, Ник. Великолепно. И сколько мне осталось, пока яд от этой древесной твари не прикончит меня? 48 часов с момента первого проникновения. Это значит, что мы уже потратили... 7 часов. Гейб, а когда проявятся первые симптомы? Они уже проявляются. У тебя замедленная лекарадка. Но она еще возьмет свое. Ты начнешь терять моторную координацию движения и... Понятно, понятно. Картина ясна. Вытащи меня из этой трубы. Ник, это очень серьезно. Вытащите меня из трубы. Вы можете что-нибудь сделать. Шанс есть, но очень слабый. Я знаменит тем, что из слабого шанса делал крепкий шанс. Ты уверен, что эта женщина поцеловала тебя? Да, поцеловала. Я перешел с ее губ. Это значит, у нее иммунитет против него. Возможно, токсин выработан ее собственным специфическим генетическим шаблоном. Что это значит? Если раздобыть образец ее крови, мы могли бы... Подчеркиваю, что маловероятно. Синтезировать иммунную сыворотку. Считай, что он уже у тебя. Я запрещаю них. Я помещаю тебя в клинику. Физическое напряжение будет только способствовать ускорению действия токсина. Гейб, я не собираюсь провести последние часы моей жизни на этой планете в твоем чертовом изоляторе. Я достану тебе образцы крови этой вампирши. Даже если мне придется высосать ее у нее из шеи. Прости меня за то, что тогда случилось между нами. Еще рано для прощальных речей. Черт подери! Ник, неужели непонятно, что я предлагаю перемирие? То, что было между нами, уже история. Я все забыл. И тебе советую. Только я тебе почему-то не верю. Потому что ты хорошо знаешь меня. Ник, что ты хочешь услышать? Что между нами все произошло слишком быстро? Что Клей встал между нами? Мне стало страшно. Я ушла. Точно. Постель другого мужчины. К этому приему я от тебя научилась. Ладно, хватит об этом. Не время сидеть и зализывать старые раны. У нас много других дел. Всех надежных агентов на мостик. Проведем совещание. Справишься с задачей? Так точно, полковник. Вот и хорошо. А я-то дура. Считала, что время лечит. Но Пинцер прав, ты не изменился. Ты остался таким же тупым, каким был, когда я тебя бросила. Он идет за мной, сэр. Издеваетесь? Не прошло и 48 часов с момента его возвращения в нашу контору, а он уже упустил в золу. У него другие проблемы. Я, кажется, не спрашиваю вашего мнения, лейтенант Фьюри. Это правда? Ты снова все пропукал? Снова? Отойдите от него! Я обращаюсь к директору щита, Джеку Пинцеру. Слушайте меня внимательно. Бомба с вирусом голова смерти установлена на боевой взвод в Манхэттене. Вы должны собрать один миллиард американских долларов до шести часов вечера по Гринвичу. Вам сообщат, куда, как и когда их доставить. Любая попытка эвакуировать население приведет к мгновенному взрыву бомбы. И не сомневайтесь в том, что мы не шутим. Мы очень скоро продемонстрируем вам эффективность нашего вируса. Будьте уверены в главном. Против силы, которой мы обладаем, у вас нет защиты. Против Гидры нет щита. Осторожнее! Отойдите от него! Берегитесь! Погасите огонь! Приказываю ввести код тревоги номер три. 14.00 совещание комиссии по чрезвычайным ситуациям в военной комнате. Я хочу знать, как этот урод попал сюда. Кстати, Фьюри, откуда ты знал, в кого стрелять? А я не знал. Гидрак все-таки добилась своего. Сильный удар? Мне внутренний голос подсказывал, не связывайся ты снова с этим щитом. Пинцер организовывает телемост с президентом. Отлично, используем любые пушки крупного калибра. Я знаю, что имела в виду Гадюка, говоря о наглядной демонстрации действия вируса. Настоящий инспектор Луциттер обнаружен в больнице Берлина. Она инфицирована вирусом голова смерти. Ее доставили к нам на борт в лабораторию. Сторонку, очистите коридор. Сторонку, не мешайте, в сторонку. Очистите проход, пожалуйста, не мешайте. Отойдите в сторонку, пожалуйста. Быстрее, очистите коридор. Полковник, президент на экране номер один. Выше голову, ребята, шоу начинается. Рад снова видеть вас, полковник. Я тоже рад, сэр. Это серьезный угроза? Да, сэр. И мы бы не попали в эту ситуацию, если бы не прокол в Берлине. Господин президент Гейб Джонс, заместитель директора, я бы хотел с самого начала кое-что прояснить. Сэр, чрезвычайно важно, чтобы население об этом ничего не знало. Необходимо предотвратить любую утечку. Я вас понял. И все-таки, что вы намерены предпринять? Сэр, все наши усилия направлены на то, чтобы найти базу гадюки. Отлично. Найдем и сбросим на них бомбу. Террористы понимают только язык силы. Отпадает. Они засекут наши самолеты. Тогда что вы предлагаете? Предлагаю рассредоточить наши силы. Основная группа будет искать бомбы с вирусом. И как конкретно вы намерены это сделать? Сэр, нападение не будет с воздуха. Стоит нам только ввести режим запрета полетов над городом. По логике, они, скорее всего, используют наземные средства достатки. Скажем, автобус или фургон. Такой транспорт обязательно будет напичкан электроникой. И вирусу также необходимо надежное хранилище. В пределах минус 10-15 градусов он в инертном состоянии. Это означает, что надо искать машину с холодильной системой. А если вам не удастся найти эти ракеты на Земле, тогда что? Скорее всего, код дезактивации ракет с вирусом при ней. Это Бог, полковник. Держите меня в курсе. Мы молимся за вас. Я требую, чтобы мне незамедлительно докладывали о любой идее, которая придет вам в голову. Всем ясно? Так точно, сэр. Сэр. Да. Я попросила в лабораторию проанализировать пленку с голодом гадюки. Психологический профиль гадюки говорит о том, что она выпустит на волю этот вирус. Я знаю, но пугать президента не было никакого смысла. С вами все в порядке, полковник? Да, только между нами и кричитом у меня в башке. Я начинаю чувствовать последствия укуса гадюки. Вы по-прежнему дороги ей. И не надо быть телепатом, чтобы догадаться об этом. У меня голова сейчас болит от других восьми миллионах жизней. И все чувства у меня атрофированные. Между прочим, я легко отличаю правду от лужи. Кто у тебя? Робот, который самоуничтожился? Я собрал все, что от него осталось. Это остатки материнской платы. Огромный плюс электронщиков в том, что они продумали, как сохранять все данные. Так вот, эта материнская плата была продана на Унимаке. Унимак? Где это? Один из Олиутских островов. Вот здесь. Выяснилось еще кое-что. Гадюка четко определила время ультиматума. Шесть часов вечера по Гринвичу. Вопрос, почему именно по Гринвичу? Она могла спокойно сказать по Нью-Йоркскому времени. А это может означать, что ее штаб-квартира не на восточном побережье. Жаль, что мало. Всем внимание, две группы. Вэлла, ответственное задание. Прочеши Манхэттен, найди бомбу с вирусом. Поняла, Ник. Хорошо, Тимоти, руководи шоу отсюда. Есть. Отлично. Перс со мной. Даю 10 минут на подготовку транспорта с резервными баками плюс со всем снаряжением. Ясно? Так точно. Отлично. Николас, Олиуты довольно большой район. Надо бы до вылета определить зону поиска. Нет времени на это. Рано или поздно Гадюка выйдет на связь со своими людьми в Нью-Йорке. Может быть, со своим дебильным братцем. Просканировать все волны. Найдете совпадение с ее голосом, засеките откуда. Тогда я обязательно постараюсь попасть на прием к ее величеству. А я вынужден наложить на это запрет. Ты не в состоянии проводить такую сложную операцию. Лучше меня ты не найдешь, ты сам это знаешь. Только попробуй. И я тебя сразу уволю. Я не позволю, чтобы из-за личной виндетты ты подвергал опасности всю операцию. Николас, не знаю, что сказать, но, возможно, он прав. На карту поставлена не только твоя жизнь. Ты уверен, что сможешь выдержать? Конечно нет, Гейб. Но кто еще способен выполнить это задание? Робот? Тридцать миль по радиусу. Включена система стелсерс. Мы практически невидимы. Понял. Что-нибудь от моих птичек? Они проверяют все объекты на земле, но пока все тихо. Понял. Немножко опустим и нашу птичку. Черт, Фьюри, что ты позволяешь себе? Ты подвергаешь опасности всю операцию. Немедленно возвращайся на базу. Не вернешься пожалеть. Ты беседуешь с живым мертвецом. Мне терять нечего. Возможно. Но я обращаюсь к членам твоей группы. Немедленно вернуться на базу. Иначе отправлю вас под трибунал. Ну что, ребята, кто-нибудь дрогнул? Простите, сэр, у меня проблемы с наушниками. Какие-то помехи. Что вы сказали? Что это было? Простите, сэр, вас совсем не слышно. Никто не дрогнул. Свяжусь на обратном пути. Ты не смеешь прерывать связь, ковбой из комиксов. Благодарю за высказанное доверие. Гарантирую дополнительный подарок в вашем рождественском чулочке. Если доживем до Рождества. Подтвержденный анализ. Автомашина. Есть. 804. B6D. В тупике. Группа Альфа, в кузове машины. Два человека. Действуйте, только осторожно. Действуйте. Подождите, подождите. Давай. Ну что там? Что у вас? Это макет. Настоящая машина с вирусом где-то в другом месте. Как вы, полковник? Нормально. Пирс? Есть новости? Пока нет, сэр. Насколько моей карьере все равно уже конец, может быть, расскажете, почему вы ушли из счета, полковник? Я не ушел. Когда железный занавес отправили в химчистку, я оказался ненужным. Меня сочли плохим дипломатом. Меня просто-напросто... Меня ушли. Потому что изменились правила? Для меня, Кейт, никогда не существовало никаких правил. Гнездышко вызывает плохую птичку. Вас слышу, гнездышко. Мы только что перехватили передачу. Параметры голоса совпали с голосом гадюки. Мы уточнили координаты. Вы почти на цели. Яблочко. Сэр, под нами что-то интересное. И оттуда нам подарок. Две ракеты, земля, воздух. А где же хваленая стелс? Сколько до них? Близко. Контакт через 20 секунд. Даем Геру. В противном случае нам выхлопные трубы залетят. Любители погрецы. Держитесь. Бесполезно, полковник. Катапультируемся? 15 секунд. Катапультируемся. Покинуть машину. Снаряжение не забудьте. Что? Снаряжение не забудь. Мы потеряли с ними связь. Они просто исчезли с неба. Я не сомневался в этом. Фьюри любое дело завалит. Может быть и другая причина. Блокировка связи. Неожиданный статический разряд. Возможно. Но будем реалистами. Рассчитывать на захват Фьюри базы Гадюки не приходится. Что ты скажешь, Велл? Пока ничего. Придется, скажу. Старшая медсестра вызывает главного хирурга. Я слушаю. Мы проверили все варианты пусто. Мы теряем время. Понял. Сканируем большой район. Ждите. Велл, есть еще один объект, но он движется из Манхэттена. Дайте нам координаты. Надо же что-то делать. Зафиксировано шесть А-14С. Свяжитесь, как только увидите объект. Зафиксировано? Так точно. Снаряжение. Снаряжение. Проверить оружие. Ну что, сыпем этой Гидре. Главный хирург вызывает старшую сестру. Обнаружили объект? Объект обнаружен. Он по-прежнему движется из Нью-Йорка. Внутри объекта обнаружена холодильная установка и пять пассажиров. И пять пассажиров. Вы уверены в этом? Машина выглядит как мусоровоз. Скоро приедем на место. Как только подготовимся, свяжусь с островом, скажу, что мы готовы. Ладно. И спроси, денежки нам перевели или нет. А потом за нами прилетит вертолет. Что вы за глупостями занимаетесь? Они ходят кругами. Отзовите ваших людей. Сэр, между прочим, я прекрасно знаю этот район и какие ветры дуют там в это время. Если бомба взорвется, вирус накроет Джерси, Пенсильванию и большинство районов Огайо за какие-то десять часов. Как вы после этого объясните губернаторам этих штатов, почему вы так запросто бросили на произвол судьбы 40 миллионов? Боюсь, что никак. Так что, сэр, заткнитесь, пожалуйста, не мешайте мне работать. Кейт, Кейт. Лазарев. Лазарев. Позвольте мне. С него хватит одного удара по гличевому сплетению. Я был лучем в группе по тихой нейтрализации противника. Я могу это делать закрытыми глазами. Черт подери. Прости. Прости. Если б я не знал, что ты по природе такой идиот, я бы счел тебя за предателя. Подождите. Я тоже это чувствую. Что-то не так. Что вы имеете в виду? Очень легко все получилось. Пошли. Вперед. Шевелись. Пошел. Тебе так понравился мой поцелуй, что захотелось еще? Я поражена тем, что ты так долго протянул. Скажи мне честно. Если ты получишь все деньги, ты все равно запустишь вирус. Естественно. Разве это не самый лучший способ передать послание от моего отца? И ты готова пожертвовать своим братом? Варнером? Умоляю. Варнер никогда не представлял особой ценности. Его жизнь лишь малая цена за грядущую революцию. И что это за революция такая? Полковник. Мир на грани исторических перемен. Некогда великие державы стали похожи на слабых старых людей, молящихся о спасении, которого не предвидится. Я плясал на могиле твоего ядовитого папаши. Попляшу и на твоей мелочке. Признайся, у Гидры еще не все зубки выпали. Убейте его! Нет. Фьюри и так уже труп. Нас ждет много веселья впереди. После операции. Можете забрать себе женщину. А я возьму себе этого красавчика. Обыщите их. Тщательней. Все чисто. Неужели? А повязка на глазу? Ты такая подозрительная. Очень мерзкая черта характера. Не удивительно, что тебя так не любят. Электронная отмычка. Так вот, где она. А я догадал, куда я ее дел. Ты мне наскучил, Фьюри. Убедите их и заприте. Все системы проверены? Мы готовы к операции? Да. Отлично. Я дам сигнал, когда придет час. А он очень скоро придет. По-моему, он прибыл на метку. Быстро. Может быть, отдохнете, сэр? Надо беречь энергию. Гадюка просчиталась, поселив меня в этот холодильник. До этого у меня был жар, а сейчас я в норме. Полковник, я хочу извиниться за свое поведение. Я вел себя глупо. Если мы выживем, я обязательно подам. В отставку. Не надо строить из себя мученика, Перс. Если выбить из себя дуль, то из тебя получится хороший агент. Я нашел их. Конец путешествия. Похоже на заброшенный дом. Хорошая новость. Там только один выход. А плохая? Боюсь, что вирус загружен в ракеты короткого радиуса действия, находящиеся в заднем отсеке машины. С этой точки они не промахнутся. Продолжение следует... Поехали! Поехали! Сэр! Итак... Осталось 30 минут. 30 минут. Поехали! Надо начинать. Главный хирург вызывает старшую медсестру. Мы готовы. Начинаем операцию. Разве мы не согласовываем наши действия с другой группой хирургов? Вэлл, мы потеряли с ними связь. Их транспорт был сбит. На них нельзя рассчитывать. Мы делаем все возможное, чтобы найти его, Вэлл. Даже если их не вышел на связь, это не значит, что он вышел из игры. Пациенту требуется срочная операция. Поэтому готовьте инструменты. Немедленно. Объект благоустраивается. Давайте подождем. Хотя бы несколько минут. Что вы там делаете? Поехали! Поехали! Это было меня нанесено. Если взгляд мой оскорбляет вас, выделите мне глаз. Этот глаз меня уже давно беспокоил. Успокойтесь. Всего лишь пластмасса. С маленьким сюрпризиком внутри. А что это на самом деле? Цикломат заряд направленного действия. Чего ждем? Я только что говорил с президентом. Он просит отчет о работе. Что я должен сказать ему? Мы установили канал их связи. Мы блокировали их пусковую установку. Скажите, пусть начинает молиться. Скажите, пусть начинает молиться. Стой! Вперед! Есть! Вэл, двадцать минут. Не имеем права дольше ждать. От группы бета нет ничего. Надо действовать. Я начинаю глушить их канал связи ровно чем через 90 секунд. Вэл, ты меня слышишь? Вэл, отвечай, прошу тебя. Я вас слышу. Может, хватит? Увери. Поехали. Можешь пушать. Можешь пищер. Можешь пушать. Эти сами. Не смертно! Бросай оружие! Не двигаться! Замри! Ты не посмеешь стрелять. Ты подвергнешь опасности целый город. Если я промокнусь, шут горуховый. Старшая медсестра к главному хирургу. Операция закончена. Пациент усыплен. Сэр, вы весь горите. У нас осталось всего 20 минут. Выбирайтесь отсюда. Мы вас не бросим. Я от гадюки добиваю от меня. Это приказ. Уходите. Уходите, я сказал. Пошли. Ты слышал, что сказал полковник. Пошли быстрее. Сигнал в пуску придет через модем. Его сестричка позвонит по спутниковой связи. Набор. Пятизначное число. Что за число? Ко. И, скорее всего, его знает только гадюка. Тогда давай отключим модем. Нет. Он может быть запрограммирован. Вам все видно, Тим? Четко и ясно, Вэл. Мы на связи. Жду любые предложения. Хоть что-нибудь. Хоть самые бредовые. Как отменить код? Ты все правильно поняла, девочка. Ничего не трогайте там. Мы занимаемся кодом. От Ника есть что-нибудь? Ни слова. Мы держим все каналы открытыми, но на всех частотах пока мертвая тишина. Значит, мы тоже мертвецы. Вместе со всем населением Нью-Йорка. Регалии Фьюри отличные дополнения в мой мешок с трофеями. Вы стали сентиментальным к старости, Золо. В любой момент мы получим сигнал из Манхэттена. А ваш брат? Что станет с ним? Варнер верит в то, что за ним прилетит спасательный вертолет. Он китает иллюзии по поводу того, что это он решил взорвать боеголовки. Вы такая же жестокая, как и ваш отец. Хотелось бы в это верить. Жаль только, что его нет с нами, чтобы разделить эту победу. Ошибочка! Ты недооценил старика! Я бы не делал этого, док. Такие штучки имеют обыкновение стрелять назад. Ты что, за дурака меня принимаешь? Так о чем, Мээр? Детонация через 10 минут. Смотри, Фьюли, ты опоздал! Куда нам? Подожди, дай мне сконцентрироваться. Я могу помочь? Хоть чем-нибудь? За мной! Вот они! Внутренний голос подсказывает мне, что нам туда. Я обещала отомстить. Сколько у нас осталось патронов? Парочка магазинов и все. Что же ты молчишь, полковник Фьюли? Что? Лишился своего остроумия? Где же твои шуточки? Я же обещала отомстить. Тебе разве нечего сказать мне? Я слышал, что лучшая месть – это выжить на зло врагу. Но я же убила тебя. Нет. Ты убила мою копию. Полезная штучка, правда? Слава богу, меня учили приемом рукопашного боя. Закрывайся, закрывайся же, черт. Так ты лучше. Это робот. Он решил немного отдохнуть. Найди панель управления и слежи меня с Нью-Йорком. Быстро. Полковник, панель вон там. У них численное превосходство, сэр. Об этом не беспокойся, малыш. А он еще уродливее, чем казался твой замерзший папочка. Дошло? Андреа? Папочка. Третий рейх потому и развалился, что у вас отсутствовало чувство юмора. Детонация через пять минут. Стаб Гидра вызывает щит. Слышите меня? Ник, слава богу. Я думала, ты погиб. Погиб. Но мне уже лучше. Тихо, Ник Юрия. Я верил в тебя. Они включили обратный отсчет. Знаю, Тим, остановить можно только одним способом. Добудь код к дезактивации. Пирс, на связи, сэр. Мы работаем над этим. Слышала, что было сказано? А о чем ты? Наверное, мой яд уже проник тебе в мозги, если ты надеешься, что я скажу тебе код. Кейт! Кейт, цифры. Слушай меня внимательно. Капни глубже. Ты сможешь. Я знаю, ты сможешь. Детонация через две минуты. Ты наш единственный шанс. Мне нужны цифры. Капни глубже. Три. Отлично, Кейт. Ты сможешь. Я знаю. Семь. Детонация через одну минуту. Девять. Еще глубже. Ты сможешь. Сможешь. Я знаю. Ноль шесть. Три, семь, девять, ноль, шесть. Как поняла, Вэлл? Три, семь, девять, ноль, шесть. Есть. Подождите. Последняя цифра не шесть, а девять. У нас нет больше времени. Ты уверена? Я так думаю. Думаешь? Какая цифра, Ник? Девять или шесть? Тебе решается. Девять, девять. Нет, шесть, шесть. Ситуация под контролем, Ник. Мы живы-здоровы. А я в этом и не сомневался. Как ты и поверила. Одно очко насчет свободного мира. Ладно. Забираем этого старика ледышку и сматываемся отсюда. Сэр. Я же сказал, не волнуйся, малыш. Он не зря так волнуется, Фьюри. Тебе повезло на цифры, но скоро тебе откажет удача. Через десять секунд сюда ворвется сотня моих людей. У тебя нет ни малейшего шанса. Неужели? Девушки отдыхают. Да, один вопрос. Когда начнет действовать лекарство? Я прогоню все данные по гадюке через компьютер. И как только мы сопоставим все... Встретимся в аду. Да, мы поужинаем. Какая женщина, Николас. Очень темпераментная. А это что за чертовщина? Полковник! Сэр, новый обратный отсчет. Велл, это Фьюри. Как меня слышишь? Как слышишь меня? Прием! Что за чертовщина? Прием! Прием! Она уже на полпути в Китай. Отлично! Через несколько минут твой организм начнет вырабатывать сыворотку. Спасибо, Гейб. Тебе крупно повезло. Везет только на скачках. А я все рассчитал, как всегда. Могут быть некоторые дискомфортные последствия. Замедление моторной деятельности. Фьюри! Фьюри! Пинсер! Пришел пожелать мне здоровья? Не надейся. Если ты думаешь, что я забыл про твое самоуправство, ты ошибаешься. Я отдаю тебя под трибунал. Да ну. И по каким обвинениям? Для начала за нарушение субординации, подстрекательство к бунту, несанкционирование использования военного транспортного средства. Кое-что забыл. За нанесение тяжких телесных повреждений. Ну, как тебе потери моторной деятельности? Ну и дела. Сэр! Господин директор! Сэр! Давайте посмотрим. Так мирно вокруг, правда? О чем задумался, Ник? О Гидре. О Щите. Иногда мне кажется, что мы с тобой занимаемся всем этим только потому, что мы в этой конторе. Вэл, я бы хотел сразу все выяснить с тобой. Я тебя не прерываю. Я думаю... Скорее всего, я потерял не только работу, когда ушел из щита. И только взглянув смерти в глаза... Я понял это. Звучит как извинение. Да. Но прямо извиняться я бы не стал, ты меня знаешь. Люблю, когда ты выкручиваешься. Слава Богу, я рыдаю, глядя на вас. И давно ты подслушиваешь Старый Боров? С самого начала. Мы отлично поработали, Ник. Гидра долго еще будет собираться силами. Но Гадюка еще ползает где-то, и мы так и не получили назад тело фон Стракера. Вы считаете, что он представляет угрозу для нас? Скажем так, я чувствую, что эта война для нас еще не закончилась. И она никогда не закончится. И дело не в Гидре. На их место всегда придет кто-то другой. У меня для тебя подарок. Лучше поздно, чем никогда. Кубинский, мои любимые. Ты хочешь, чтобы меня под трибунал отдали за курение? Я ничего не видел. Я всегда говорил, что ты перспективный малый. Ты даже не закуришь? Я в последнее время подумывал о том, чтобы бросить. Вокруг целая армия психопатов жаждет моей крови. Почему я должен помогать им в этом? Великие слова для одноглазого пирата. Великие слова для одноглазого пирата. Не знаю. Я не знаю. Продолжение следует... Продолжение следует...